Что ты думаешь по поводу синдрома самозванца? Они же сами лохи, они не кайфуют, они сидят вместе, а кого-то оценивают. Да каждый занят собой. Вот так я бы разговаривала с другом, не очень адекватным там, да? Вот хочется танцевать человеку, понимаешь? Я почему-то в такой провокативной форме-то об этом говорю. Кто на самом деле все эти чувства испытывает? Значит, там и тогда было что-то, что это сформировало. А тело с нами существует в любой ситуации, в которой мы окажемся. Мы не можем оставить тело дома, в шкафу и сходить на работу. Нужно сказать ему спасибо. Тело запоминает внезапно, что, ой, блин, это так клево. Вот так мы учимся двигаться в методе Варварлав. Тебе кайфово от этого? Это прям парадокс. И только с помощью двух коротких практик получить для себя по-честному очень большое развитие. Можно отнести к магистратуре собственного саморазвития. И приготовьтесь к тому, что можно разрыдаться. Привет, друзья! Привет, Варя! Мы продолжаем наши разговоры о важном. Это тот формат, где мы с Варей разговариваем как друзья о чем-то интересном, иногда смешном, иногда важном для всех нас. Я Сергей Кузьмин, директор по маркетинговой тренинговой компании. Варя, представься, пожалуйста. Я Варя, телесно-ориентированный терапевт, мастер и тренер НЛП, режиссер, хореограф в одном флаконе. А еще мы с Сережей друзья по совместительству. Мы вместе работаем и еще дружим. И решили, что наши дружеские беседы, поскольку иногда люди нам комментируют, что вы тут такие интересные темы обсуждаете. Хорошо было бы записывать и делиться этим. Вот такая у нас творческая идея. И в прошлые разы, когда мы с тобой встречались, я тебе задавал вопросы лично от тебя. А сегодня есть какой-то пул вопросов, которые накопились с предыдущих эфиров про тебя и к тебе. Но не от меня уже, а от наших подписчиков. Им интересно и это очень круто. Спасибо вам большое, что вы оставляете комментарии, пишете нам приятности различные. И вообще про то, что вам важно, чтобы эти разговоры о важном выходили. Сегодня я тебе позадаю эти вопросы. А ты уже в своей манере, легкой, с юморцой, уже ответишь. Хорошо? Ой, с удовольствием, да. Мне всегда это очень интересно. Я люблю живое общение. Для меня вот хуже некуда что-нибудь просто записывать на камеру, за которой нету человека, который вовлечен в эту тему. А когда есть вопросы от реальных живых людей, ну это самое любимое, наверное, что для меня существует. Есть там вопросы, которые в том числе пересекаются и с моими, которые я хотел бы тебе задать. Вот сейчас те вопросы, которые я буду тебе задавать, на них есть стандартные ответы. Которые есть от науки, может быть, от каких-то областей психологии. Но сегодня мне бы хотелось, чтобы ты ответила в своей обычной манере от себя. И рассказала про свой опыт. И рассказала то, что ты думаешь по поводу этих вопросов и по поводу этих тем, которые мы сегодня затронем. Кстати, кстати, я очень люблю эту игру. Знаешь, есть такие моменты, когда кто-то, кто со мной знаком, приятельствует или дружит, говорит, «Тварь, вот прокомментируй что-то». И я спрашиваю тебе, прокомментируйте, с какой моей роли, с человеческой или с терапевтической. Потому что бывает так, что на один и тот же вопрос, как терапевт, я должна сказать одно. А вот как друг, я скажу нечто совершенно противоположное. Это забавные нюансы. Поэтому мы сегодня, наверное, тоже можем с такими сторонами... Ты можешь, конечно, отвечать как хочешь, как терапевт или как человек. Но иногда я прям буду, наверное, просить тебя ответить как человек, как друг. Ну, вот есть общие вопросы. Например, про то, что ты думаешь по поводу синдрома самозванца. Как ты вообще с этим живешь? Есть ли он у тебя, есть ли он у твоих близких? Вот у меня, например, есть синдром самозванца. Иногда он проявляет себя. Я с ним, конечно, регулярно договариваюсь, чтобы он не проявлял себя в те моменты, когда это вообще не нужно. Дико не нужно. Вот что ты думаешь об этом? И вообще, как это явление в твоей жизни существует или не существует? И что с этим делаешь? Ой, я очень много всего думаю. Я, конечно, регулярно с этим встречаюсь по работе. Я регулярно с этим встречаюсь в зеркале. Я живой человек, которому тоже свойственна куча всяких разных переживаний, не только исключительно позитивных. Поэтому сейчас попробую изложить по полочкам. Во-первых, все, что касается приставки само, у нас внутри. Само оценка, само звонец. Это уже такой подвох. Это прям настоящий подвох. Потому что само, когда мы прислушиваемся к своему нутру и получаем оттуда какие-то негативные оценки, кучу выгруженных сомнений. Это же все, что формируется у нас в процессе нашего роста, когда мы с вами маленькие, когда нас окружают люди, которые для нас являются авторитетом, которые являются гарантом нашего выживания. Я когда маленький, я не готов еще самостоятельно отправиться во взрослый мир и там убедительно себя обеспечить всем, что для этого необходимо. Ну элементарно по счетам заплатить. И я впитываю то, что мне говорят. Впитываю, впитываю. В какой-то момент это становится уже некой заезженной пластинкой, моим собственным внутренним голосом. И потом именно из этого формируется вот эта вот плеяда само. Званцев, оценок, мнений и так далее. Поэтому, что про синдром самозванца, он когда возникает, у него есть как... Здесь вот мне сложно не смешивать, конечно, себя как терапевта и себя как человека. То есть как терапевт я умею с этим работать, как человек я с этим встречаюсь просто внутри себя тоже. Потому что я тоже росла, формировалась, у меня были всякие учительки страшные, которые там периодически что-нибудь ужасное говорили. И я этому верила до поры до времени. И потом это надо было чинить внутри себя, чтобы найти действительно уже свой голос, который во взрослом состоянии мы можем сформировать. Но что там есть? Во-первых, самозванец, он нас точит чаще всего в какие-то моменты, когда мы на пороге нового. Я придумал новый продукт. Я решил поменять деятельность. Я решил отправиться в новые неизведанные берега. И тут, как это, открывается какой-то ящик Пандоры, и мы там можем обнаружить разное. Если нам сильно повезло, мы там можем обнаружить внутренние голоса. Давай, дерзи, классно, попробуем. Возможно, в нашем детстве были такие взрослые, чей голос был громче. Тогда самозванца здесь не возникнет. Но что возникнет точно? Возникнут страхи. Потому что страхи – это биологическая такая история. Они нас страхуют от того, чтобы мы не шагали под машину на красный свет. То есть это нормальная система. И поэтому у нас всегда есть внутри такой механизм, который не зависит ни от самозванца, ни от самооценки. Он эволюционный, он позволил нам как виду выжить. Механизм двоякий. Одна его часть говорит, давай оставим всё как есть, здесь всё понятно. Мы точно уже выжили на этом уровне, поэтому здесь понятно, стабильно. Мы в этой стабильности как-то выживаем достаточно. Второй механизм, свойственный всему человечеству. Давай поднимем паруса и отправимся за горизонт. Там неизведанные земли, там столько всего интересного. Вот на пороге нового мы точно столкнёмся с работой этого механизма. В какой-то момент будет побеждать стратегия «сидим в стабильности», в какой-то момент будет побеждать стратегия «а давай отправимся в новое неизведанное». Самозванец включится там, где мы отправляемся в новое неизведанное, если он у нас внутри есть. Если нам не сильно повезло и кто-то сомневался в том, что мы можем, кто-то осуждал нас за ошибки, нам стало вдруг нельзя ошибаться, вот в этот момент, вот вся вот эта вот когорта утверждений, которых стали нашими голосами «не ошибайся», «не подставляйся», «ты будешь опозорен», «тебя выгонят из твоей стаи», «тебя перестанут принимать», «тебя будут осуждать», «не знаю, там что, тухлыми помидорами тебя закидают». Вот это вот тормозящий момент, из-за которого, как следствие, формируется, «наверное, я не могу быть достаточно хорош». И точка. Я из-за этого пытаюсь, значит, в борьбе с этими внутренними голосами нагрести как можно больше доказательств, чтобы доказать этим уже, может быть, несуществующим людям. Мы, может, лет 20 с ним не виделись, кто-то из них уже вообще на том свете обитает. То есть это призраки, это образы, которые населяют наше нутро, которые там стоят, значит, прицеливаются в нас, кто тухлым помидором, а то чем пострашнее, и говорят нам, ты должен нам сначала доказать, что ты вообще достоин. И вот стратегия самозванца, я, значит, пытаюсь нагрести этих доказательств. 18-й диплом, не знаю, там, пойти посоветоваться со всеми друзьями, спросить у всех разрешения, протестировать, ну, а правда, вот. Вот, вот, ну, в чем беда? В том, что пока эти голоса громче, мои внутренние голоса громче реальной обратной связи, в общем-то, ничего мы сделать самозванцем и не можем. И фиговая идея начинать с ним драться. Потому что если такая стратегия есть, стратегия спасать себя от осуждения, оставаться частью общества, она же нам в детстве нужна была для выживания. Ну, потому что если бы наши взрослые от нас отказались, наверное, действительно было бы нам, ну, как минимум, гораздо сложнее выжить. Вот штука с самозванцем в том, чтобы поблагодарить его за его когда-то проделанную работу. Он сформировал стратегии, такие, которые нам в детстве позволили выжить. Убедительно позволили. Если мы сегодня здесь, значит, вот справился тот самый, кого мы ругаем, обзываем самозванцем. Он что-то такое на самом деле формировал в нашем поведении, чтобы те, кто определяли наше выживание, пока мы были маленькими, были к нам благосклонны. Да, поэтому для меня первая история, когда включается вот эта вот вся штука, это найти того, кто говорит, нет, не надо, все, сидим, спрятались, не будем выходить, или давай пойдем еще докажем, или, может быть, мы недостаточно хороши. Моя задача найти вот этого персонажа внутри себя. Он там внутри меня бегает, значит, от стенки, не знаю, между грудной клеткой и лопатками мечется, и такой, я беспокоюсь, я очень занят тем, чтобы тебя, дорогая Варечка, сохранить. И я для этого считаю, что лучше нам, вот, не знаю, спрятаться, лучше нам ничего не делать, или нам надо еще какие-то доказательства получить. Вот моя задача вот этого персонажа поймать и выцепить, чего он хорошего хочет сделать. У него же там целая прям миссия есть. Он же защищает, он же бережет, он же заботится о выживании. Вот моя задача ему сказать большое спасибо. Спасибо, друг мой, спасибо тебе, мой хороший. И показать ему, мы выжили, ура, ура, все, празднуем. Внезапно нужно сказать ему спасибо. Это неожиданная тактика поведения самозванцем. Ну да, пока мы с ним боремся, он еще сильнее начинает защищать. И, да, как действие равно противодействию. Чем больше я ему противодействую, тем мощнее он набирает какую-то силу. А тут это как, ну, не знаю, такое опрокидывание. То есть вместо того, чтобы дать ему в нос, мы вдруг его обнимаем, и он такой, ого. То есть первый шаг – это не бороться с синдромом самозванца, а сказать ему спасибо за то, что он имеет какие-то позитивные намерения о своих действиях внутри тебя. Ну, конечно, конечно. Вообще найти его как персонажа, да, то есть поразглядывать его в буквальном смысле. Мы же падаем в какую-то кашу переживаний, в которой есть отдельно какие-то тезисы, они прям текстом звучат. Это плохо, мы как-то вот себя оцениваем. Есть куча чувств, куча состояния. Мне стыдно, страшно, мне неловко. Еще там, ну, какая-то палитра у каждого может быть своя. Да, вот кто на самом деле все эти чувства испытывает? Попробовать представить себе это как отдельного персонажа и пообщаться с ним в буквальном смысле, да, задать ему вопросы, ты чего хочешь, ты чего так беспокоишься. Он очень много полезного может рассказать. Он может дать какие-то дельные советы в том числе. Но самое важное, что он действительно, он не мог быть сформирован здесь и сейчас. Понимаешь? То есть если я взрослый человек, я глядываюсь вокруг себя, у меня здесь есть там, ну, цветок, он меня не осуждает. Не знаю, что чашка тоже в порядке. На меня сейчас никто не нападает, а я сижу, я тревожусь, беспокоюсь. Ну, значит, дело не здесь, сейчас. Значит, там и тогда было что-то, что это сформировало. Вот я пытаюсь найти этот момент там и тогда. Кто там и тогда так сильно беспокоится? Да, ну, что, как мне с ним нужно поговорить и что он хорошего сделал? Вот первая задачка моя, дать ему, подарить ему цветы, медаль, да, в нос поцеловать и показать. Потому что когда я его благодарю, он может увидеть, что, а, о, правда, что ли, уже выжили? Уже можно так сильно не беспокоиться, да? То есть вот какой-то такой диалог получается. А дальше? А дальше? Да, дальше бывает по-разному. То есть, во-первых, в этот момент у самой этой стратегии есть возможность как-то поменяться. Потому что у большинства людей есть привычка вот этой вот внутренней драки, да? Так тоже можно, просто это очень затратно. И падает очень сильно мотивация чего-то делать, потому что когда человек представляет, что мне опять надо это все пережить, преодолеть, побороть, чтобы вообще хоть что-то сделать, ой, да ну нафиг, меня это обесточит, да? А вот когда мы вдруг в обнимку со своим самозванцем сидим, в нос его целуем, по макушке гладим, да? Ну, то есть вот эта вот история, подружиться с ним, можно его спросить, и в каком случае он там, да, будет доволен, вот. Но вторым шагом, на самом деле, я считаю, очень важно вычислить, а кто сидит на этих внутренних трибунах? Что за мифические вот эти вот строгие, недоброжелательные, они вообще у меня внутри что делают-то? Откуда слепки, так сказать? Да, то есть, скорее всего, Марья Ивановна, которая, когда мне было 4 года, по дурости от усталости что-то ляпнула, у меня внутри существует сейчас как чудовище прям такое, которое хочет меня там, не знаю, побить, подавить и так далее. Вот очень много изменений может нас ждать там, где я хотя бы понимаю, что они иллюзорны. Там, где я могу сделать вот то самое действие, которое я тебе уже показала. Окей, самозванцы чмокнули в макушку, реальность моя в чем? Реальность моя в моих непосредственных действиях сегодня и в том, что меня окружает сегодня, и в том, кто меня окружает сегодня. А вот эти вот голоса, они находятся где-то внутри, они в воображении существуют. Влияют ли они на меня? Да. Но на самом деле опасны ли они? Скорее нет. Да, то есть вот этот вот момент отделить себя от вот этих вот представлений. Да, то есть получается, что в тот момент, когда у тебя возникает это чувство синдрома самозванца, ты просто должен признать в себе внутри, что это, во-первых, не признаки того, что ты слабый, не такой, не соответствующий, не дотягивающий до чего-то. Это просто механизм, который тебя от чего-то когда-то сохранил, сберег. И он продолжает действовать, этот механизм, уже в будущем, вот в нашем там сознательном, взрослом возрасте. Да, кто-то туда добавлял в эту топку полешек неуверенности в себе, нашей неуверенности в себе. Но по факту вот это понимание того, что это всего лишь механизм, как, я не знаю, механизм самосохранения, когда мы, например, прикасаемся к чему-то горячему и отдергиваем эту руку от горячего, например, то это просто... Ну это как рефлекс. Да, это рефлекс. Там, знаешь, вот очень хорошая иллюстрация. Отдергивать руку от горячего нормально. Да, но если это горячее было красным, то может случиться такое, что я дотронулся до красного и отдернул, потому что у меня рефлекс на красное тоже распространился. Вот с этой стратегией так же. То есть она зачастую себя включает не тогда, когда действительно что-то происходит такое. То есть не когда я сталкиваюсь с реальным осуждением, с тем, что мой продукт плохой, я плохой, мои идеи какие-то плохие. Наоборот, я даже не начинаю чего-то, потому что на меня уже напало изнутри не пойми что. То есть мы с реальностью даже не успели встретиться зачастую, потому что уже включилась эта стратегия. Вот в этот момент наша задача сказать, она была адекватна, когда здесь было горячо, но сейчас это просто красный цвет. Он не опасен. Нормально все, его вот можно потрогать, чтобы этот рефлекс не включался там, где он неуместен, там, где он не нужен. Есть неожиданный такой вопрос, но вполне уместный в отношении тебя. Как убрать стеснение танцевать и быть раскрепощенным на людях? Вот хочется танцевать человеку, понимаешь? Ну вот это вот люди будут смотреть, что-то думать, про себя, про тебя. Да, да, та же самая история. Ты прав, это очень та же самая история. Ну какие именно люди, когда человек вот пишет этот вопрос, вряд ли он стоял на танцплощадке прям. Да, я такой снимал, смотри, как они на меня смотрят. Он сидел, у него в голове были люди, они вот так вот, значит, осуждающие на него смотрели. И самое интересное в этих иллюзиях, что этим всем людям, конечно, есть дело до того, как я танцую. У них вообще нет своих каких-то задач на этой танцплощадке. Они пришли злобно оценивать, значит, всех. Ну специализированные такие ситуации могут быть, например, там кастинги в танцевальные проекты или что, батлы, когда специальные люди ходят соревноваться и специально ходят показать какие-то умения и так далее. То есть первая история, на которую прям вот хорошо бы посмотреть с этого ракурса. Да каждый занят собой. Ну то есть предположить на самом деле, что я не такая помпа, на которую всем имеет смысл постоянно смотреть и что у всех в этом есть какая-то задача тогда, когда я хочу потанцевать. Это я почему в такой провокативной форме-то об этом говорю, потому что этот перевертыш, он вот я ничтожный или я самый особенный, это две крайности одной и той же сущности. То есть все будут смотреть на меня, мы можем рассмотреть как такую корону на голове, поэтому она легко очень сбивается, когда я спрашиваю, ну конечно, им же все, только тобой им можно заняться больше вообще никем. С собой я работаю именно таким способом, типа Варь, сними корону, ну как бы ты вообще вот позанимайся собой, да. Это один из способов. Второй способ. Танец — это телесная история, но сейчас так устроены танцевальные школы, так устроено то, как учат танцу, какие мифы вокруг него сделаны, тебя все время просят посмотреть в зеркало. Я на своих тренингах прошу зеркало завесить к чертовой бабушке, потому что аутентичность движения, то есть его соответствие тому, каким оно может быть от природы, это не про то, чтобы смотреть со стороны. У людей в пещерах не было такой привычки, когда они вокруг костра плясали, они вряд ли на себя в зеркало смотрели. Они вниманием были в том, как чувствуют себя тело. Это вообще другая история. Вот это, кстати, к продолжению разговоров о методе Варварлаб. Что такое этот метод? В чем суть движения и танца по этому методу? Любые тела в природе созданы для того, чтобы двигаться и шевелиться. У них прям потребность такая есть. И я очень люблю на тренингах рассказывать эту историю. Ну, представьте себе животное, пантеру, допустим, которая на охоте некрасиво двигается. Такое вообще возможно? Вспомните сейчас кадры BBC, замедленная съемка, как она вот крадется. У нее внимание в этот момент не там, достаточно ли я правильно ставлю лапу, подумала вдруг пантера. Нет. Она использует движение и все, что ей дает тело и энергия для того, чем она занята сейчас. И вовсе не для того, чтобы показать, правильно или неправильно это тело. И вот это интересно, потому что любое природное движение, оно красивое. Невозможно себе представить неграциозную кошку. Не знаю, там, некрасиво бегущую лошадь. Ну, это что-то из области фантастики. Но вот люди обладают таким механизмом. Я сейчас, значит, свое внимание выну. Этим вниманием начну на себя со стороны смотреть. Я в этот момент сто процентов не буду в ощущениях своего тела. я буду весь вот в этих вот оценках. И в этот момент весь кайф от движения, от танца, тем более, мы теряем. Поэтому здесь рецепт такой. Найти вот эту вот возможность сначала самому с собой, чтобы вообще понять, что это такое. Прямо закрыть глаза и подвигаться ровно так, чтобы телу просто было от этого приятно, кайфово. Вот так мы учимся двигаться в методе Варварлаб. И когда мое внимание настроено на то, что наконец-то я двигаюсь внутри себя и я получаю удовольствие именно от этого, вот в этот момент мое движение становится природным и в этот момент оно становится в том числе эстетичным. Потому что, ну, любому телу будет сложно двигаться так, как оно создано и быть при этом неэстетичным. Это прям парадокс. Вот предлагаю с этой стороны задуматься. Это прям способ. То есть сначала научиться танцевать для себя, чтобы себе было кайфово. желательно сделать потребность собственного кайфа выше потребности получить одобрение или оценку. С этим пойти и поразбираться. Я не знаю уже, что ты сделаешь с этими воображаемыми людьми. Почему там сидят-то те, кто осуждают? Давайте заменим, давайте на трибуны посадим тех, кто... А, там наша Варечка танцует лучше всех. Слушай, вот, блин, какой вопрос не затронет, который мы с тобой обсуждаем. Вот вроде простой, ну, типа, что там, стесняюсь я танцевать. Вот как начать танцевать? Ну, по факту, это тоже повод разобраться в себе, а для чего тебе это нужно, одобрение людей, да? Туда копнуть-то поглубже. Вот. Но про корону на голове, о том, что сейчас все думают о том, как ты танцешь, это, конечно, забавно, потому что я думаю про себя. Вот, образно, придет ко мне какой-нибудь друг и скажет, Сережа, ну, я стесняюсь танцевать. Что вот мне там про меня скажут? Ну, это же можно, может быть, по отношению не только к танцам. Там, я стесняюсь выйти в этой шляпе, например, на улицу, например. Вот. И, ну, нельзя же ему сказать, наверное, это будет не очень, сказать, сними корону, да кому ты нужен? Слушай, ну, я рассказала, как я с собой, да, как я с собой в первую очередь общаюсь на эту тему. Мне помогает для себя, как бы, да не наделали я сейчас корону. Если с друзьями, я спрошу, хочешь-то ты чего? Ну, вот, да, я чего хочу получить от этого танца, или от этой шляпы, или там, от любого другого действия? Я хочу получить удовольствие себе, или мне действительно важно какую-то оценку от кого-то получить? Ну, такой, может быть, прям цель в этом. Но тогда это совершенно разные действия. Если у меня цель выйти на танцпол и получить какую-то оценку, то я буду заниматься какой-нибудь там техникой танца, выяснять какие-то вообще условия конкурса, в каком случае меня оценят хорошо, в каком случае меня оценят плохо. А если у меня задача потанцевать для себя и получить удовольствие, я буду искать действия, которые направлены на это удовольствие, и, может быть, я их буду пробовать не сразу все, да, там, не знаю, ну, это что, чтобы нам смешно-то было. Может быть, если я никогда не танцевала сальсу на вечеринках, может быть, не стоит приходить на вечеринку, где только профессиональный танцор сходу в самой короткой юбке выбегать на танцпол и кричать, ну что, кто круче, чем я? А, может быть, стоит начать с какого-нибудь там маленького события, выйти на одну минуточку или там для начала вообще зайти в реальный клуб, где эти люди танцуют и просто посмотреть, посмотреть, какая там атмосфера, да, то есть маленькими шагами стать ближе и выяснить, каким образом я могу здесь удовольствие получить. Вот так я бы разговаривала с другом, да, но тоже смотря с каким. Может, у тебя есть такие друзья, кому это прям лучший способ. Корону сними, шляпу надень и будет тебе хорошо. Сейчас подумал о том, что, блин, ну вот я в отношении себя подумал, что в тот момент, когда я стесняюсь чего-то, что может быть осуждаемым или привлекающее внимание со стороны, я сейчас понимаю, что это, в принципе, такой механизм работает не только там в отношении каких-то действий, то есть это как, знаешь, вот это работает и с танцами, например, и с шляпой, и там, я не знаю, выйти на сцену спеть, например, или взять микрофон там в караоке и тоже спеть, например, то есть это как бы, знаешь, есть какая-то в этом основа, которая ведет вот к этим ко всем выводам про себя, не очень адекватным там, да, и стоит вот с этой основой разобраться, что в ней, вот в этой основе, почему она мне не дает вот там стеснение мне какое-то прибавляет. это ты как раз к моему пути сейчас сильно апеллируешь, понимаешь, какая основа, вот если у нас есть состояние, а состояние, как мы знаем, это всегда физическое напряжение, я всегда это на мимике показываю, да, вот одно состояние, одно напряжение мышц, да, вот другое состояние, другое напряжение мышц, вот, и, соответственно, если у нас есть какое-то застрявшее состояние, ну, например, там стыда или смущение, ну, как-нибудь вот так вот выглядит, то что в нем есть точно как знаменатель всего этого, как вот та самая основа? В нем есть аспект физического напряжения. А тело с нами существует в любой ситуации, в которой мы окажемся. Мы не можем оставить тело дома, в шкафу и сходить на работу. Не получится у нас почему-то, да? Вот за что я так сильно уважаю вот этот подход с телесностью, да? Потому что проработав это в теле, если мы разрядим это напряжение в теле, то мы, получается, разобьем тот самый знаменатель, разобьем ту самую основу. И мне это очень нравится. Если мы что-то хорошее сделали для нашего тела, если тело эту стратегию новую какую-то, да, там, например, гордость из-за себя вместо смущения и стеснения присвоило себе, то оно начнет это воспроизводить, да? Любая биологическая система будет выбирать в каждый момент времени наиболее энергоемкий, наиболее выгодный для себя по совокупности состояния и уровня энергии вариант, доступный из стратегии действий. Поэтому если я в теле реализовал какую-то стратегию новую, успешную для себя, то у меня прям на автомате вся система будет стремиться применить это в каждом контексте, в котором я оказываюсь. Такая вот есть магия. Ты абсолютно прав. Конечно, когда мы носим одну какую-то стратегию, она же внутри живет. А уж на что спроецироваться, она найдет. А еще, знаешь, очень классно работает история, когда ты во время телесных практик или танцев тех же самых, там, даже один на один с собой, когда ты чувствуешь привал этого эндорфина в кровь, вот прямо тебе кайфово от этого. Тело запоминает внезапно, что, ой, блин, это клево, это вообще такое удовольствие, оказывается, приносит тебе. И в какой-то момент вот этот эндорфин, который ты можешь получить от танцев, от пения, от чего угодно, публичного там, а он превышает уровень этого стеснения, и все, и ты на этом эндорфине выходишь и кайфуешь от себя, от танца, и вообще от чего угодно. Вот это прикольно. Слушай, ну я поэтому и рекомендую сначала потанцевать для себя, да, прям закрыть глаза и найти вот этот кайф от движения. Нужно получить этот опыт, потому что если я каждый раз танцую вот с таким вот тараканом, оглядываясь по сторонам, то я вместо эндорфинов там черти что получаю. И, в общем, ну, вряд ли я в этот момент двигаюсь так, как моему телу действительно от природы естественно двигаться, да. Я очень зажат, я уже через это напряжение начинаю двигаться, да, потому что я сначала попадаю, сажаю себя в это состояние, начинаю этими мифическими фигурами себя оценивать, а только потом из этого начинаю двигаться. Боже, какой кошмар, да. Вот если я дома для себя, под кайфовую музыку, закрою глаза, подвигаюсь так, чтобы прям телу по-честному через движение сделать приятно, вот тогда начнет набираться как раз то, о чем ты говоришь. Тогда оно рано или поздно, да пускай оценит, зато я кайфанул. Ну, как бы, они же сами лохи, они не кайфуют, они сидят вместо этого кого-то оценивают. Ну, да, это точно. Спасибо. Следующий вопрос. Про тебя, Варя. Ну, как и все вопросы про тебя, конечно, но это прямо особенно про тебя. Варя, как тебе удается излучать столько добра, заботы, понимания? Смотря на тебя, ты будто обволакиваешь уверенностью, что все будет хорошо. Как тебе удается поддерживать это состояние? Какой интересный вопрос. Кстати, у меня действительно много такой обратной связи. Кто-то говорит, я такое поле создаю или еще что-то. Но сейчас я попробую изнутри разобрать, из чего же состоит эта история. Ну, во-первых, давайте так. Мне вообще неинтересно жить плохо. Мне искренне интересно пожить хорошо. И я этим занимаюсь прям очень как бы технологично. Я бы сказала, что все мои методы и программы – это следствие того, что я прям технолог. То есть я хочу понять, как именно, чтобы это было воспроизводимо. То есть, ну, это, конечно, классно, когда один раз случайно на меня снизошло вдохновение, хорошее настроение, озарение, и я получила много удовольствия от взаимодействия с людьми. Но поскольку мне действительно понравилось, я начинаю задавать себе вопрос, за счет чего это получилось, как к этому снова прийти. И мне кажется, что на самом деле я так живу сейчас постоянно, что это уже фоновый мой фокус внимания, что это стало бессознательной компетенцией. Я это делаю прям все время. То есть что-то, что мне понравилось, что принесло энергию, что принесло радость, моментально попадает внутрь с вопросом, как бы за счет чего это сейчас получилось. и откладывается куда-то, да, ну, условным внутренним списком. Когда-то я их вела внешние, да, то есть мне было очень важно зафиксировать, в какой момент и что именно я сделала для того, чтобы попасть туда, куда мне понравилось попадать. Как я пришла в какое-то состояние, как я пришла к какому-то результату, за счет чего получилась такая коммуникация, какой она получилась, когда это было хорошо, да. И на этом пути, ну, то есть это именно путь, это всегда процесс, у него нету конечного результата, у него есть все время такое итерационное движение. А можно ли еще лучше? Если да, то как? А получится ли еще кайфовее? Если да, то как? То есть, видите, очень прикладной такой фокус внимания, направленный на себя в первую очередь, потому что я очень глубоко убеждена в том, что если мы не умеем для себя что-то делать, мы не сможем для других. Если я истощена, если я дико уставшая, если у меня перебор, там, я не знаю, работы или еще чего-то, мне в этот момент очень сложно будет любить людей. Да, мне нужно пойти и сначала позаниматься собой, чтобы, ну, как, стакан моих ресурсов был полон, да, и когда он начнет выливаться через край, тогда у меня будет много чего отдать. Конечно, в этом много будет уверенности. Вот про эту уверенность, что все будет хорошо. Ну, я несколько раз выбиралась, вытаскивала себя, как Мюнхгаузен, значит, из болота, своими ручками за шкуру из разных сложных перипетий, из глубоких, очень эмоциональных переживаний, из таких, ну, нешуточных историй, прям, скажем, нешуточных, да, и каждый такой пройденный опыт убеждал меня, вот в буквальном смысле, да, то есть я оказывалась на другом берегу, переплыв реку, там, горевание, утраты какой-нибудь серьезной, да, то есть у меня за плечами много близких, похороненных людей, и я понимала, что возможно снова вернуться к жизни, возможно, снова захотеть жить, возможно, снова начать радоваться. Конечно, каждый следующий такой опыт рождает во мне уверенность, то, что если это могу я, 100% остальные двуногие, прямоходящие, бескрылые тоже это могут, да. Это второй аспект очень важный, это, наверное, про историю антихрупкости, если кто знает такую книгу, потрясающий математик по фамилии Талиб ее написал, антихрупкость она называется, она про принцип некоторый, да, про то, что не надо беречь себя от сложных переживаний, не надо беречь себя от того, чтобы попасть в какие-то передряги, да, потому что если мы себя бережем, мы становимся как хрупкая принцесса недотрога, и тогда любое маленькое событие нас рассыпет, просто разобьет на осколки, и от нас ничего не останется, да, но проходя, закаливая себя в каких-то ситуациях, мы, наоборот, приобретаем антихрупкость. Я называю это прочностью, то есть, на мой взгляд, синоним как раз, чтобы вот эти анти, не, не люблю эти приставки, но собственная прочность, наверное, у меня такая, на которую я уже хорошо могу опираться, и, наверное, это во мне считывается, да, то есть, когда ко мне приходит разобранный человек, у него не получилось что-то, он действительно пострадал в каких-то обстоятельствах, у него действительно много повода для глубоких, серьезных переживаний, может быть, он даже, ну, ранился настолько, что травмировался, я абсолютно убеждена в том, что да, он может пройти этот путь к исцелению. У меня много такого опыта. Я думаю, что я это транслирую. И третье, то без чего это вообще, мне кажется, все не работает, я очень сильно люблю людей. Я люблю людей как некий философский аспект бытия, да, то есть, что такое человек, что такое это конструкция телесности, сознания, бессознательного, воли, да, чувств, стремлений, мечтаний, для меня это очень красиво, то есть, меня восхищает это как некое творение Бога, давай так это назовем, и людей в реальном бытовании, да, то есть, я смотрю на людей, как на растущее зерно, которое стремится к свету, которое проявляется, которое ищет свою самую лучшую форму, да, каким прекрасным и могучим деревом может стать любое проросшее зерно. Очень часто я вижу человека как потенциал, да, то есть, я вижу, что у него есть прекрасное зерно, и если можно чем-то помочь этому зерну, да, начать как бы более действенно тянуться к свету, мне кажется, я это глубоко чувствую как свою какую-то личную миссию. Для меня в этом очень много смысла, очень много. Не могу до конца объяснить, почему, но могу вот своих друзей процитировать, которые говорят, Варю, у тебя есть какая-то религия, то это религия люди. Я согласна, да. Вот все остальные концепции преломляются через эту призму. Я очень такой человекоориентированный товарищ, и мне бесконечно любопытно в этом. Я очень много лет с разных сторон занимаюсь для себя распутыванием вот этого, да что же это за феномен такой человек, а вот где относительно него находится мироздание и нечто большее, нечто божественное. Находится ли это действительно внутри, по суфийской модели, там, да, вот есть такая концепция. Находится ли это вовне, растворено ли это где-то. Как устроен этот контакт? Ну, мне это и с творческой точки зрения, и с психологической, и с человеческой интересно в такой степени, что те люди, с которыми я взаимодействую, вызывают очень искреннее любопытство. Я бесконечно готова разглядывать каждый такой феномен, да, поэтому мне это дарит много энергии, мне это дарит много размышлений, каких-то философских аспектов, сюжетов для рассказов, сказок, для спектаклей. Это бесконечный океан какой-то любви и интереса. Просто, ну, может быть, это тоже какой-то рецепт, да, если я такими глазами начну смотреть на людей, может быть, они будут дарить мне бесконечное количество разного вдохновения, и мне будет всё интереснее и интереснее с ними взаимодействовать, общаться и тоже что-то им отдавать, да, то есть я получаю столько интереса, столько энергии и столько своих выводов и размышлений, и что мне становится интересно обратно это выдать как-то так. То есть для меня это какой-то очень естественный процесс, не работа, я живу так, это вот свойство личностное, всё равно в какой роли я нахожусь. Интересуется тут про твой метод Варварлад более подробно, и спрашивают, а есть ли какие-нибудь лайфхаки для быстрого внедрения этой системы? Может быть, можно самостоятельно уже начать с чего-то, так скажем, провести какую-то подготовительную работу к тому, чтобы уже вот туда пуститься, в эту систему Варварлаб, на тренинги, на онлайн какие-то курсы или ещё чего-то. Ну, давай ещё раз, я попробую сформулировать коротко, Варварлаб, что как метод из себя представляет, любой метод — это способ, да. Варварлаб в основном телесно-ориентированный, но не только он, я бы сказала, что он творчески ориентированный метод, то бишь способ маленькими шагами прийти к своей счастливой жизни. Почему я не стала делать, то есть метод и способ предполагают то, что там могут появляться какие-то дополнительные истории. Я так смотрю на это, да, то есть у меня это развивалось очень прикладно, вот опять же, я всё время задавала вопросы в репетиционном зале, как можно сделать лучше какой-то параметр, если речь идёт об артистах, как можно в жизни что-то улучшать. И для того, чтобы практиковать такую философию жизни, я действительно так живу. У меня есть этот фокус внимания, что маленького я могу хорошего сделать для себя прямо сейчас. Это самая общая история, которая к философии этого метода относится точно, неважно, какая она будет, ментальная, эмоциональная или телесная. Второе, если уже про специфику метода говорить, то как раз у него есть прям модель, треугольничек такой, по которой я в упрощённом, естественно, варианте, но рассматриваю, опять же, что такое человек. Вот у него есть три аспекта, без которых это уже что-то, кто-то другой. Ментальный аспект, всё, что мы думаем, то, как мы мыслим. Часто люди про это говорят голова, ум, мозг. Я бы сказала, ум, вот ментальный аспект это такое самое общее название, то, как мы думаем, о чём мы думаем. Есть эмоциональный аспект, это все наши состояния, все наши переживания, все наши эмоции, то, что чувствуется внутри. И есть физиологический аспект, то есть телесность наша. Вот три вот этих компонента, если мы понимаем, что их три есть в каждую единицу времени, то есть у нас всегда есть какая-то работа ума, даже если он замолчал, это тоже определенная часть его работы, есть постоянно какое-то текущее состояние и постоянно у нас всегда есть тело. Вот мы на этой планете живём в такой конфигурации. И три эти компонента, они постоянно друг с другом взаимодействуют. Всегда. Вот всегда. И метод Варварлаб это про то, чтобы они взаимодействовали гармонично. То есть у нас треугольничек, если мы соединим вот эти три аспекта и нарисуем треугольник, он должен быть равносторонний. Что я часто вижу? Что у людей превалирует какой-то один из аспектов. Я всегда иду за своим умом. Я тысячу лет не обращала внимания на то, какими состояниями это сопровождается и чем это даётся моему телу. Вторая история, это когда мои эмоции мной рулят, я что чувствую, я всё время под влиянием только этих эмоций, и решения принимаю, и взаимодействую, меня зашмотыляет бесконечно этими эмоциями, никакого способа управлять этим нету, потому что они как бы сильнее меня. Вот такая происходит история. Это если у нас перекос вот в эмоциональную вершину нашего треугольника. И телесное, когда у меня, ну как бы кроме телесных потребностей, поел, поспал, не знаю там, и они ещё бывают перекошенные, что сидеть, лежать, пить пиво или что-то, какие-то вот такие вот штуки. И что при этом происходит, как бы опять же, с моим состоянием, с тем, чем занят мой ум, я тоже давненько на это не обращала внимания. Или там тоже разновидность перекоса, когда я, значит, вся цель моей жизни, там, не знаю, ну бугры мышцам качать. Да? И как бы чем это даётся моему уму и моим состояниям, да, потому что это же тоже определённый род и ограничений, в общем, каких-то, ну, сверхусилий. И так далее, и тому подобное. Вот метод Варварлап это про то, чтобы сбалансировать этот треугольник, да? К этому можно подходить самостоятельно. Что я могу сделать, чтобы у меня, ну, все три части получили, например, в течение дня, я всё время на линию времени перекладываю, ну, вот единица измерения, день. Я за этот день замечал вообще свои состояния, я что-то сделал для своей телесности, я что-то сделал для своего ума. Если у меня три этих пункта соблюдены, значит, я уже двигаюсь к тому, чтобы его практиковать. Почему много телесности? Не потому, что эта вершина важнее, а потому, что в телесности, внутри неё содержится эмоциональный и ментальный компонент. Они очень сильно взаимосвязаны, да? То есть, начиная влиять на своё тело, мы неизбежно сразу получаем изменения в остальных двух компонентах, да? И вот это на микропрактиках, в том числе, которые я периодически выкладываю, которыми я делюсь, очень заметно. То есть, вот буквально маленькая практика, и я всегда прошу заметить, а поменялось ли состояние? Да, поменялось. Поменялся ли уровень энергии? Да, поменялся. Меняет ли это то, как мы думаем? Сразу меняет. То есть, для меня телесность это просто один из самых органичных, коротких и измеримых путей. Да, тело, оно материальное, да, в отличие от эмоций, от мыслей. И мы через то, что мы работаем с напряжением или расслаблением, можем очень хорошо замечать, как это сказывается на остальных двух аспектах. То есть, через телесный аспект я могу замечать, как остальные два себя чувствуют очень быстро. Да, то есть, здесь связь очень простая, да, я изначально прям телесник-телесник была, но в итоге, понимаете, есть такие телесники, которые говорят, да выкиньте голову. Варвар-лап это про целостность. Просто в эту целостность мы заходим со стороны телесности, чаще, да. Прямые практики это сделать своему телу хорошо и посмотреть, как это отобразилось на моих состояниях, то есть, на моем эмоциональном аспекте, на моих мыслях, то есть, на моем ментальном аспекте. Любые практики, которые делают моему телу хорошо. Это может быть контрастный душ, это может быть танец с закрытыми глазами под любимую музыку, да, это может быть массаж, в конце концов, да, но это то, что возвращает меня к моей телесности. Потягушки, да, вот так можно это делать самостоятельно. Утренние потягушки, это вообще прекрасно. Огромное количество взрослых людей про это забыли, на это забили, а это ой, как сильно может повлиять и на то, как я думаю, и на то, как я себя чувствую. А объятие, Варя, будет сюда, в эту копилку, объятие с кем-нибудь? Обязательно, обязательно. А давай мы вот прям практику эту дадим. Знаете, самая простая, наверное, самая удивительная по спецэффектам практика, это самообнимашки, когда я себя обнимаю. Вот это просто фантастическая история, доступная каждому, но ее глубина такая, что это как это, можно отнести к магистратуре собственного саморазвития. Как важно себя обнимать? Не просто мы себя вдруг начинаем вот так вот трогать, а сначала вспомните, как вы обнимаете самое дорогое на свете существо. Это может быть ребенок, это может быть любимый зверь, это может быть человек, в которого вы влюблены или были влюблены. Вот вспомните, с каким качеством вам хочется обнять, да, вспомните, как ваши ладошки себя чувствуют. И вот с таким качеством мы начинаем обнимать себя. Если в этот момент приходят мысли, слова и чувства какие-то, которые вы могли бы сказать другим людям, то скажите это сейчас себе, да. Да, скажите себе, ангел мой, боже, как я рада тебя видеть, какая ты прелесть, боже мой, ты мою жизнь делаешь лучше. Если бы не ты, мне бы никогда не стало так хорошо. И просто заметьте, что произойдет с состоянием, куда развернутся мысли, заметьте, как сильно это может на нас повлиять. Очень, казалось бы, простая практика, в минуту она требует, ну, две. Ну, когда понравилось, может быть, пять. И приготовьтесь к тому, что можно разрыдаться от нее, это нормально абсолютно, нормально. потому что из фразы «возлюби ближнего своего, как самого себя» первую часть многие слышат, а вторую в нашей культуре «самого себя мы как любим, с каким качеством». Кстати, к слову, хочется сказать, отметить точнее, что мы запустили курс мини-практик варенных, где это морюсенькие практики на каждый день, где вы можете выполнять их там в любом месте и повышать вашу уровень энергии. И вообще очень быстро почувствовать то, как телесные практики могут повлиять на качество вашей жизни. Этот курс вы можете купить у нас по ссылке в описании. Переходите там, совершенно-то стоит каких-то денег, двух чашек кофе по московским меркам, но при этом очень действенно. Вот. Ну вот, к слову о том, чтобы начать практиковать, да, мы собрали, это прям мини-курс, просто чтобы был, как мы это называем, чемоданчик инструментов, да. Вот не знаю, что делать, или там хочу начать практиковать не знаю с чего, можно заходить на этот курс, выбирать любую из там нескольких практик, которые есть, да, да, вот-вот просто можно рандомом их прям выбирать и делать. Каждая из практик, телесность, чем она прекрасна, у нее есть свойство такое, у тела нашего, оно всегда здесь и сейчас находится, мы не можем наше тело вот реальное разместить в прошлое или разместить в будущее, и поэтому любая телесная практика, которую мы делаем, она не может быть точно такой же, какой она была для нашего тела вчера. Это удивительное свойство, да, то есть мы не можем два раза одинаково сходить на массаж, мы не можем два раза одинаково сделать разминку, мы не можем два раза одинаково протанцевать один и тот же танец. Он всегда будет здесь и сейчас, и это замечательно, да, потому что практикуя одну и ту же практику там каждый день, мы всегда там будем иметь вот этот аспект исследования, аспект каких-то новостей, аспект того, а как именно сегодня она работает для меня, что именно сегодня она мне дает, да, поэтому такое свойство, оно для меня тоже очень ценное, в буквальном смысле можно выбрать одну-две практики для себя на всю жизнь и только с помощью там двух коротких практик получить для себя по-честному очень большое развитие. Более того, можно можно заходить без вообще без всяких запросов в практику, да, и чувствовать эффект от буквально там нескольких минут делания этой практики, а можно заходить с реальным запросом туда и исследовать и эту часть. Каждый раз, делая одну и ту же практику, но с разным фокусом внимания, ты получаешь новые эффекты, это очень важно. Да, да, ну вот про то, чтобы научиться прям филигранно настраивать эти фокусы внимания и вот так пользоваться телеской, я думаю, что это вот вторая ступенька, мы сейчас работаем над следующим курсом, как раз там у меня именно эта идея, то есть научить это связывать. А маленький курс, он вот про рандомное пользование, да, то есть если кто-то из вас обладает там какими-то специальными знаниями, вы занимаетесь, увлекаетесь психологией, пожалуйста, можно это миксовать, то есть у метода Варварлаб нету изолированности, его можно миксовать практически, да не практически, наверное, с чем угодно, да, и разный градус есть использование, то есть я могу это использовать как разминку-зарядку, а могу как полноценное духовное там путешествие, которое меня очень глубоко погружает, абсолютно вот выбор за вами, поэтому... то есть ты хочешь сказать, что посмотрев этот мини-курс, например, да, этих практик, освоив их там, попробовав их их и увидев эффект от этих практик, можно дальше нести их в мир, в массы, и, например, использовать со своими клиентами, со своими друзьями, со своими там студентами, не знаю, конечно, конечно, ну то есть это так и распространяется, я когда была юной танцовщицей, я прям танцевала, и в танцевальной среде был такой вот непонятный вопрос, вот кто-то придумал какую-то последовательность хореографии, там, не знаю, вот такое движение, а потом вот такое, и, значит, вот этично ли повторять, и как-то я всегда к этике очень трепетно отношусь, да, и я всегда прихожу и спрашиваю, можно ли что-то заимствовать, и мне очень сильно повезло, мне попалась французская преподавательница, ну, примерно там учебный год вот мы взаимодействовали, она очень много мне дала, и Эмманюэль Горда, ее зовут, она совершенно другую какую-то философию мне принесла, то есть если вот у нас народ очень охраняет какой-то не дай бог, вот ты повторишь какие-то движения, или даже это будет похоже, когда мы занимались на ее классе, мне позвонили, Варь, срочно нужно танцевать вечером соло, заболел, значит, артист, пожалуйста, выйди, нам надо спасти выступление, я думаю, господи, где же я вам это соло придумаю, но у меня была выучена вот эта вот хореография, которую Эмманюэль преподавала нам в тот день, я ей задала вопрос, а можно ли эту хореографию использовать вместе с какой-то своей, чтобы из этого целый номер получился, она очень сильно удивилась, она говорит, ну так и так искусство и распространяется, в чем вопрос, я запомнила это на всю жизнь, это для меня какую-то очень интересную мою философию, да, сформировала, поэтому, да, любая телесная практика, она же есть у вас в теле, вы поняли, как она работает, мало того, в курсе, в записи есть инструкция, да, то есть, вот как именно ее можно сделать, если она где-то полезна, если она где-то применима вами для улучшения, там, не только своей жизни, своего самочувствия, ура, ура, бежим, делаем, конечно, эти практики прекрасно делаются с детьми, вообще дети обожают, у меня вот сын часто ко мне приходит, мам, давай там такую или такую поделаем штуку, и также точно работаю для деток на экологию, на качество жизни, на умение себя замечать, делать себе хорошо, поэтому, welcome. Ну, поехали дальше, что тебя наполняет, чем ты, кроме психологии, танцами еще увлекаешься, и как заряжаешь свои батареи? Это два вопроса, наверное, для меня, да, про подзарядку себя, про вот восстановление, про то, чтобы быть самой в высоком уровне энергии, я регулярно сама для себя исследую этот вопрос, у меня прям есть, ну, некоторая система, ее нужно проверять, потому что меняется, допустим, меняется деятельность или там количество этой деятельности, и нужно перепроверить, а что сейчас работает именно как отдых, но что я точно могу в этом отдыхе выделить, что для того, чтобы система отдохнула, точно в этот момент она должна быть лишена какой-то ответственности, вот это прям очень важный параметр, да, привет всем мамам, которые с детьми, с маленькими отправились в отпуск и надеялись там отдохнуть, причем это не касается только большого отдыха, может быть, пять минут или десять минут, но по-честному никакой ответственности ни за кого, ни за что, ответственность делегирована будильнику, не знаю, ну да, то есть вот моя задача создать для себя такое качество времени, даже если его мало, где ответственность сейчас меня не гложет, да, не заставляет напрячься, и это очень интересно, конкретно для меня восстановление, для восстановления мне нужно уединение, вся моя работа связана с людьми, больше ее часть, процентов 90, наверное, связана с людьми, и для того, чтобы мне прям качественно восстановиться, мне нужно побыть с собой наедине какое-то время, ну, дальше, количество этого времени зависит от того, от чего или для чего я набираю ресурс, да, если это был большой тренинг на несколько сотен человек, то, ну, хотя бы сутки мне надо, чтобы меня никто не трогал, не дергал, там, да, погулять, посидеть в тишине, посмотреть на небо, что-то такое, да, побыть на природе часто мне помогает, вот, о изувлечении, божечки мои, я люблю рисовать, я не очень часто это делаю, но я прям рисую, это для себя абсолютно какая-то история, иногда графику, иногда акварель, иногда даже маслом, ну, это очень для меня вдохновляющая история, иногда она как отдых тоже работает, поскольку это не профессиональная деятельность, и у меня там как раз нету никогда какой-то ответственности перед кем-то за результат, вот, я просто для себя с удовольствием молю и рисую, и это очень наполняющая деятельность, я очень люблю походы, я прям лесной человек, просто возможность выбраться куда-то, где не ловит телефон, то есть, я вот такие походы люблю, это не то, желательно сесть на каяк, на байдарку, взять в руки весло, помахать этим веслом, это один из лучших способов проводить время и отдыхаться, и вдохновляться, и как хобби это можно рассматривать, да, я по порогам, по Карельским рекам очень много ходила в своей жизни, и, ну, довольно технично управляюсь веслом, да, и хорошо себя чувствую в этой роли. Что еще из таких прям увлечений? Ну, мне нравится микрообразование, то есть, я очень люблю себе купить какие-нибудь курсы, в которых есть... Даже их проходишь? Да, да, я из тех людей, которые их проходят, то есть, вот у меня, например, когда есть отпуск, если в нем нету такого аспекта, то это прям будет не настоящий отпуск, да, мне там, последний раз я смотрела курс по истории религии и получила какое-то огромное удовольствие, потому что это про глубину познания, про широту взглядов, про сочетание этого с творчеством, да, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, театр я не воспринимаю, то есть, для меня это прям, даже если это оплачиваемая история, если даже есть ответственность за результат, это все равно относится к ресурсирующей деятельности, то есть, в этом вдохновение столько, что это вот, да, какое-то мое там очень такое мощное увлечение. Не танец, как таковой театр, да, то есть, метафоры, возможность рассказать историю на более глубоком каком-то уровне, да, найти что-то, что может объединить большое количество зрителей, их вдохновить, впечатлить, привести к какому-то инсайту, вот это мне интересно, да, красота формы мне интересна. что еще, квантовая физика, кстати говоря, я регулярно вот смотрю лекции по квантовой физике, да, меня это очень сильно увлекает, потому что человек, который стремится к целостности восприятия, квантовая физика очень об этом, да, и о единении парадоксов, о том, чтобы мыслить на грани того, что можно себе представить, о том, почему наука и искусство тесно переплетены между собой, да, о том, как это все складывается в некое единое уравнение мироздания, это очень интересная для меня тема, и они меня очень развивают, в том числе в профессиональной деятельности, да, я это тоже имею в виду, вот, ну что еще, путешествия как таковые, мне очень нравится в новые места ездить и что-то новое смотреть, узнавать. Так, ну будем уже мы закругляться, поэтому задам от себя вопрос, что бы ты посоветовала, Варя, человеку, который не может решиться на какой-то глобальный шаг в своей жизни, который хочет что-то вот прям глобально изменить, но боится, переживает эти страхи пресловутые, что-то изменить, а вдруг не получится, а вдруг там, но опять же сидишь и думаешь, а если ты не сделаешь этот шаг, возможно, это шаг в какое-то большое, крутое, классное будущее светлое, вот, что ты посоветуешь этому человеку? Давай я, наверное, по-человечески поговорю, да, то есть, ну любой психолог регулярно работает с таким запросом. Мне больше всего в один из очень ярких эпизодов, когда прям вот я стояла где-то на границе, помогло то, что я разрешила себе не обязательно делать этот шаг, я разрешила себе и то, и другое, да, потому что когда мы стоим на этом пороге, часто может возникнуть иллюзия о том, что если я этого не сделаю, то я как будто бы проигравший, я как будто бы лузер, но мы этого не знаем, мы не знаем этого. И вот сказать себе, как вот если во фразу попытаться это собрать, даже если я этого не сделаю, я все равно достойна собственной любви, собственного уважения, а также любви и уважения тех, кто для меня значим. Это не значит, что я плохая, это вообще ничего не значит, это не имеет отношения к тому, какая я. И вот здесь вот, ну как бы резко напряжение по этому поводу может стать меньше. Это вот первый такой очень важный фокус внимания. Да не сделай, Господи, да не шагай, да ну спокойно, и так и так можно. Кто судьи, кто придет и будет говорить тебе, а, ты этот шаг не сделала, да, вот здесь вот обрести какое-то спокойствие. Второй момент, дать себе время, поверить в то, то, что может случиться, случится. Возможно, мне нужно собрать ресурсы. Возможно, мне нужно убедиться в том, что да, это мое желание, оно действительно сильное, оно действительно горячее, оно действительно имеет для меня значение. Не обязательно делать это сразу. Не обязательно. Для каждого из нас разное подходит. Потому что сейчас такая, знаешь, очень накручивают это больше, выше, сильнее достигаторская культура. Не люблю, я ее не люблю, она не всем подходит. И она очень часто основана на какой-то травме, как будто я или к чему-то бегу, к какой-то морковке, без которой ну всё капец. Или я от чего-то ужасного убегаю, от какого-то там, не знаю, кто там меня опять же изнутри осуждает, догоняет или убить хочет. Мы не знаем, сколько нам времени нужно на решительный шаг. Возможно, его достаточно, возможно, я могу не торопиться, дать себе созреть, когда у меня будет достаточно энергии внутри, достаточно смысла в этом. И как будто бы такой шаг может совершиться сам собой, как будто бы тут не зря. То есть он просто станет логичным для моей системы, она готова и она идёт. Когда я себя натаскиваю, ну я просто не любитель вот этих всех на слабо, есть такая логика провокативная, и она тоже может работать, ну просто мне она не близка. Я видела, как люди ломались, пытаясь себя на это слабо, значит, натянуть. Я предпочитаю дождаться того момента, когда энергии и ресурсов будет достаточно. И третий момент очень важный, нужно раскопать свои смыслы, своё собственное, чего ради на самом деле я хочу или не хочу делать это, вот очень глобальный шаг. То есть что там такое. И здесь мы можем настолько разные находить, то есть иногда оказывается, что он, как я по юности, как я хотела не просто театром заниматься. У меня был там такой мотив, я хочу стоять на авансцене, чтобы огромный зал, и они мне все аплодируют стоя, и у меня такие, знаешь, слёзы градом текут. Вот интересная такая вот фантазия, про которую, если честно, её разобрать, когда я честно её разобрала, выяснилось, что чего ради это. И я вот по цепочке вопросов, а это для чего, а это для чего, а это для чего, пришла к пониманию того, что и в этот момент мой папа говорит мне, Варь, да, ты действительно делаешь какое-то стоящее дело, что оказывается внутри меня образ папы сформирован так, что он не одобряет моё существование само по себе. И оказывается, все вот эти вот истории, что я, значит, хочу добиться чего-то, чего-то, они ради одобрения образа папы. Мой реальный папа к тому моменту уже не был жив, да, и это же бесконечная какая-то гонка. Ну, то есть понятно, что для этого мне скорее нужно с образом папы внутри разобраться, а нереально встать на аванс-сцену, потому что аванс-сцена — это не образ папы. В этот момент реальный образ, скорее всего, продолжит мне говорить то же самое, да. Поэтому очень-очень важно перед вот этими вот глобальными какими-то шагами. Я встречала людей, которые хотят сделать себе пластическую операцию, когда мы докапывались, ну, как бы, какая на самом деле потребность за этим лежит. Выяснялось, что эту потребность можно удовлетворить не огромным шагом и не ложась под хирургический нож, а там, сделав какую-нибудь технику с хорошим психологом. И, ну, это же несопоставимые истории. Поэтому вот свой реальный мотив найти и честно поработать с этим мотивом, ну, мы можем сэкономить огромное количество сил, классно в себе разобраться, уберечь себя от повторов таких вот историй. Не знаю, если бы я ради этого продолжила заниматься театром, а не потому, что это само по себе мне интересно. Я думаю, что я не была бы так счастлива внутри этой деятельности. Спасибо, Варя, большое за ответы на эти вопросы. Они мне дали возможность тебя узнать еще лучше. Я думаю, что мы будем продолжать разговор о важном и дальше. Не знаю, что мы будем в следующем выпуске обсуждать, но этот выпуск получился забавный. Очень классный. Да, мне спасибо большое за интересные вопросы. Я хочу спасибо сказать тем, кто их прислал, написал. Очень увлекательная и очень это питательная какая-то для меня среда, да, ну, то есть настоящие вопросы живых людей, которые неспроста же они появляются. Если у вас есть вопросы, вы что-то ищете для себя, да, и это меня очень вдохновляет, то, что люди ищут, как сделать себе лучше. Это просто у меня сердце поет в этот момент. Традиционно все ссылки на соцсети Варя в описании к этому видео. Мы будем ждать от вас еще вопросы в комментариях. Пишите нам это обратно, связь очень важна. Ставьте лайки, колокольчик, подписывайтесь. Кстати говоря, у Варя появился свой уже YouTube-канал, где она скоро тоже будет выкладывать много всяких интересностей. Поэтому тоже все, ссылка в описании. Подписывайтесь, обязательно продолжим разговор о важном и на этом канале. Спасибо большое вам, что досмотрели до конца. Спасибо, Варя, тебе. Спасибо, да, взаимное спасибо, Сереж, тебе и всем, кто нас смотрит. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok